Зарплаты курьеров сравнялись с зарплатами айтишников. К такому выводу пришли в платформе Мигрант-сервис. С января по июнь зарплата курьеров в среднем выросла на 23%, и их доход в некоторых регионах приблизился к заработку программистов начального и среднего звена. А это около 150 тысяч рублей. С подробностями Яна Ритунская. В зависимости от субъекта, средняя зарплата курьеров находится в диапазоне от 70 до 160 тысяч рублей, рассказали нам в Мигрант-сервисе. В Москве, Санкт-Петербурге и их областях ставки ожидаемо выше, и они понемногу растут. Причем касается это не только иммигрантов. Просто такие работники готовы работать больше и на менее приятных условиях. Помимо того, что доставка становится все более востребованной услугой, на рынок влияет и появление новых крупных игроков. Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, а также директор платформы Мигрант-сервис Андрей Кладов ожидает, что до конца следующего года из-за крупных сервисов может появиться еще около 100 тысяч рабочих мест для курьеров. Но, вероятно, потолок зарплаты уже не за горой. Дефицит кадра здесь очень большой. Курьеры достаточно хорошо зарабатывают. Есть у нас такой индустриальный бенчмарк. Тысяча долларов в месяц – это ожидаемый доход иностранного гражданина, который приезжает на заработки в Россию. Достаточно для того, чтобы жить, работать и отправлять значительную, достаточную ему сумму денег. Соответственно, колебанием курсовой разницы цифра рублевого дохода может меняться в долларовом эквиваленте. Соответственно, меняется сумма, которую он получает дома, переводя деньги. Но вот этот порог сейчас достаточно хорошо превышен. И я не думаю, что верхняя планка зарплат курьеров конкретно будет сильно расти. Медианная зарплата программистов за первое полугодие – это чуть больше 150 тысяч рублей, пишет Хабр Карьера. Мы спросили у гендиректора сервиса «Достовиста» Дмитрия Зубкова, реально ли получить такие деньги курьерам, которые сотрудничают с его компанией. Ну, 150 тысяч рублей в месяц по 20 рабочих дней – это примерно по 7,5 тысяч рабочих рублей в день. Правильно? Ну, то есть сейчас он должен заработать примерно тысячу рублей. Ну, наверное, если курьер автомобильный, либо на грузовике, вот, наверное, примерно такие цифры он зарабатывать может. Плюс вы знаете, что многие сервисы, в том числе желтые сервисы и так далее, они, ну, достаточно агрессивно субсидируют, поэтому вполне могут доплачивать курьеру просто, чтобы они выходили на линию. О том, стоит ли теперь волноваться руководителям IT-компаний, что их младшие сотрудники уйдут в доставку, «Бизнес.ФМ» спросила эксперта по информационной безопасности и гендиректора компании «Фишман» Алексея Горелкина. Он таких опасений не испытывает. В его компании минимальная зарплата – это 110 тысяч рублей. Однако отмечает другую неожиданную тенденцию. В курьеры могут податься руководители. Сейчас реально у ребят на более высоких позициях, которые сильнее выгорели, появляется возможность дауншифнуться, причем не ошибка потеряв по деньгам. Да, потеряв, но не сильно. И реально ходить, к примеру, с какой-либо едой по доставкам, ну, на самом деле, даже бы я не отказался бы в плане эксперимента, знаете, как вот чисто отдохнуть от сложных и высокоабстрактных задач, которые обычно решаются в IT. Ну, если ты выбираешь реально между курьером и айтишкой, иди уже в курьеры, потому что деньги – это, конечно, неплохо, но если это все, что вас мотивирует, то, скорее всего, из вас не получится хорошего специалиста. Ранее зампредсовбеза Дмитрий Медведев заявил, что плата труда курьера может превышать зарплату инженера. По его мнению, так быть не должно, и этот перекос нужно исправлять. Средняя зарплата инженера в конце прошлого года составляла около 71 тысяч рублей в месяц, писали РИА Новости. Сервис «Город Работ» приводит статистику с января по июнь года текущего, и это 84 тысячи рублей по России.